МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Жена полгода назад сигару подарила. Вот такую забавную. Я привезла с югу откуда-то, по-моему, из Краснодара. Довольно-таки неизвестные мне таком вот забавно футляпчики. С футляпчиками в кощухе. Но на этом написано черри. И, собственно говоря, на поясочке, где же черт у нас, вот это я положил, тоже ничего такого особо познавательного нет. Непонятно, чего произросло, но вроде бы скрученное. Хоть, конечно, не ручной скрутки, а машинной. Но из табака, из табачного листа, а не из всякой-то руки. То есть не фуфло. На самом деле нормально. В ней подозрительное то, что она пропитана чем-то. То есть на губах сахар какой-то. Ну, легкое, приятное. Вкус. Ну, то, что мне нравится, в принципе. Табак хороший. Табак меня радует. Не радует, что натолкали чего-то сладкого. Черри, как написано, на ней особо не отдаёт. Это, наверное, слава богу. А вот то, что сахар зачем-то натолкали. Или мёда, может, черт узнает. Но чего-то сладкого, да, это, конечно, неотрадно. Но легонькое, приятное. Неплохое послевкусие. Сейчас бы, конечно, ещё бокальчик керпкого красного вина. Было бы вообще здорово. Ну, и это неплохо. Лежала у меня, она где-то, наверное, с мая, что ли, прошлого года. О, какие полгода, почти год этой сигаре. Почти год. Она, по-моему, в мае мне произвели у неё. По-моему, в мае. И вот всё никак до неё руки не доходили. Хотел её выкурить в Екатевин Горде. Забыл взять. Жена мне её туда привезла. Тоже сэкономил. Привёз обратно. Положил на полку. Среди других сигар там, где он у него там. Видно, ларчик, он лежит с сигарами. Рядом ещё один ларчик с сигарами. На книгах, вон, красные книги, корешочками сверху. Ларчик с сигарами. Лежит на них в домах, конечно. Ну, специальный ларчик с сигарами. Вообще, есть такая байка, что курить вредно. Я вот вам чего скажу. Люди, которые курят сигареты. Бросайте, курите. Это страшно вредно. Не курите, люди, сигареты. Сигареты – это зло. В сигаретах нет табака. Зачем курить то, в чём нет табака? Точнее, там есть какая-то ерунда. Табачная область ещё какая-то лажа. Но это не табак. Если вы хотите курить, то есть получаете удовольствие от курения, купите сигареты. Нормально, только вот очень много всякой ерунды, когда в табачный лист заворачивают какие-то обрезки. А иногда даже не в табачный лист. Я видел даже крашеную бумагу по коричневому цвету, куда заворачивают табак. Табачные обрезки. Я называю это сигарилами. Даже сигарами толстые такие делают. Я видел то ли кинг-свитц, то ли ещё какая-то ерунда такая. И там даже муштух деревянный для сигар. Они тоже всякой дрени пропитывают. Я видел там, что они какие-то свиты сладкие, какие-то там тоже вишнёвые. Я подозревал, что это тоже будет лажа. Потому что сигары вишнёвые я, честно говоря, не встречал. Но я не очень там так большой специалист по сигарам, конечно. Но вот. В принципе, порадовал. Табак хороший. Так что, люди, не курите сигареты. Сигареты – это зло. Хотите получать удовольствие? Заведите себе трубку. Ну там, полочки. О, полочки. Стоит подставочка на ней любимые трубки. Забить хорошим табаком. Мило. Причём, хотите вот там сладкоежки страшные, ещё что-нибудь такое, с добавками. Не вопрос. Хотите чистый. Вот. Это тот, который мне очень нравится. С латакии. Он очень вонючий. Вас могут погнаться с дому. С латакии. Новый вкус. Вообще. Вот. Ну или вот сигары. Не, ну сигары – это дорогое удовольствие. Вот это вот одна сигара. Я не знаю, что она стоит, но подозреваю, что дорого. И точно банку приличного табака можно купить. Или 2-3 пачки неприлично. Ну а банки табака хватит надолго. А этой сигары… Ну, вот по уму минут на 40 на час должно хватить. Не знаю, не засекал. Но вот уже минут 15 или 20 курю. Вот. Её можно положить. У меня специальная пепельница. Сигарная, сигарильная. Ну вот с подставочкой. Можно положить. И там она будет лежать. Уснёт. Если сигара правильная, она не потухнет. Она уснёт. Она будет тихо-тихо-тихо шарить. Тихо шарить. Вот. И, соответственно, в нужный момент, когда вы захотите снова закурить её, вот. Просто пару раз вдохнуть. Кстати, чтобы она так вот нормально чувствовала, периодически её стоит подносить к рту, сделать парочку глотков от ароматов. И, соответственно, положить дальше. То есть, так, в принципе, можно... Некоторые таскают даже не зажжённые сигары во рту, жуют их, то есть, получая удовольствие, или там подожгут. Вообще, есть сигару. Запомните, как, в принципе, и трубку. Не курить. Кто курил сигареты, не курите трубку сигары, как курить сигареты. Сигары вообще курят носом. Это самое основное. Трубку не оба. Потому что, ведь задача сигареты очень простая, забросить у вас порцию никотина. Не очень качественно, кто может. Вот. Забросить, получить дозу, как гнусный наркоман. То есть, вот вы, кто курите сигареты, вы такие же засранцы, как те, которые вот ширяются шприцами. То есть, вот ничем не нужно, из-за чего вы их осуждаете. Ну, такие же. Потому что, вам нужно за 2-3 секунды быстренько получить дозу и бежать дальше. Курить не ради удовольствия, а ради дозы. Это гадость. Вот. А так, в принципе, табак, он для удовольствия, как и в свое время предки. Да нет, они предки американцев. Это даже, вообще, американского отношения не имеют к Америке. Вот. Америка населена совершенно разношерстной публикой, которые там, чаще всего, не знают своих корней. Ну, я на американцев не наезжаю. Нормальные люди, хоть и молодые, что там нация, меньше, чем в городе Екатеринбург, как по продолжительности жизни. Вот. то есть древние жители коренной Америки, Мексики, курили для удовольствия, пока злые испанцы не привезли им в Мексику водку. Ура. Взамен взяли табак. Курили, правда, его правильно. Потому что сейчас сигареты придумали, по-моему, лет 120 или 130 назад. Точнее, папиросы, сигареты. А сигара это для удовольствия, для вкуса, для запаха. Основа, как и у кофе, как говорят уже, кофе пьют прежде всего носом, а уж во второй очередь языком, да? То есть, кстати, вот можно сравнить сигареты со вставаемым кофе. Как в вставаемом кофе нету кофе, вот, так и в сигаретах нет табака. Любите люди натуральные. Курите, если хотите курить. Причем там, где вы не мешаете дорогим. Хотя и те, кто не курит, не должны диктовать вам свои условия. Свобода, равенство и братство. Курите ради удовольствия, ради вкуса. Пейте красивое вино. Что хотите, более крепкие напитки. Я не очень люблю виски, не дай бог водку, дай бог воду. Другую бренди коньяк не очень люблю. Предпочитаю французское, испанское, итальянское вино. И красное, и белое, в зависимости от настроения, от желания. на основе сухое. Иногда хочется чего-то дорогого. Кстати, вот, я сейчас вот подумал о сладких винах. Сладкий вино мне нравится китайский, японский. Правда, это уже, не знаю, тоже вино называть сложно. Это такой винный напиток, скорее всего, но вкусно. Вкусно, полезно. Так что, вот, курите, получайте удовольствие, любите все натуральное. Натуральный табак, натуральное вино, натуральных женщин, натуральные отношения к жизни. За кем-то чертом я этот бред весь наговорил. Наверное, от удовольствия, получаемого от этой сигары. Решил, зачем-то это записать. В принципе, никогда не страдал дурью под названием видеоблоги или видеозаписи себя любимого, но тут чего-то закончив сейчас ввозиться в адоб премьере, собирая какую-то полную ерунду для самого себя, решил выпури сигарету, сигарелу, сигару. Фу ты, черт, все собрал. Старею, наверное, болезнь Альцгеймера начинается. Отдохнуть, записать вот эту чушь. А потом возьму и вышив в интернете. Стоять у меня интернета три дня нет. Такая-то скалка. Ну, ничего. Зато поощряет творчество, столько всего сделал. А так, в принципе, хотел написать несколько статей. И почему-то я как-то без интернета плох. Может, охота заглянуть туда-сюда, там, формацию собрать, кое-какую. Ну, вот. Ну, ничего. Посылаю чертовой матери Карбину с ее геморроем. Попробую Акады. Не понравится выкинув ту же помойку. Благо, тут сейчас паровайдеров как грели. Будем поработать. Зачем март куда-нибудь? Искренне ваши. А-да-да. Пока.